Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о своих касаниях и том пути, который я проходила в сетевых компаниях. Итак, первое мое касание с понятием вообще, что такое сетевой бизнес, было в середине 90-х годов, когда появилась компания Herbalife всем известная, когда люди бегали с баночками, все продавали, всем все впаривали. На тот момент я не участвовала в этой компании, я просто слышала от таких людей, которые это делали, и моя двоюродная тетя тоже самое делала, она пробежала по всем родственникам, предложила все, что можно было, и, естественно, это был такой своего рода негатив в отношении сетевых компаний. Дальше второе мое касание сетевых компаний случилось, когда моя подружка, школьная моя подружка подписалась компанией Арифлейм. Она меня, конечно, тоже приглашала подписаться, но я не захотела туда идти. Я единственная покупала у нее различные крема, продукцию какую-то, то, что мне нравилось. После окончания института я пошла работать преподавателем, и на тот момент моя зарплата, как у молодого специалиста была, 2,5 тысячи в месяц. Я закончила первый год работы, как молодой специалист, и встретила своего одноклассника, он мне сделал на тот момент деловое предложение, пригласил меня в офис, и когда я пришла, естественно, там сидели такие же люди, как я, то есть все что-то писали, какие-то анкеты, со всеми беседовали. Я вообще ничего не поняла, что мне предлагали, но мне было интересно вообще, что здесь происходит. И вот тогда, наверное, это было уже, так, это был 2001 год, это мне где-то было 22 года, когда я подписалась в компанию, в эту. Компания была иностранная. Как проходила подписка, это была отдельная история. Зарплата моя, как я уже сказала, была на тот момент 2,5 тысячи рублей в месяц. Вход в компанию, их было два варианта входа в компанию, это было либо 10 тысяч, когда тебе нужно было купить какой-то там гель непонятный, и второй вход был 15 тысяч рублей, ты покупал back-office. Что такое в 2001 году back-office? Это просто личный кабинет в интернете, то есть ты просто регистрируешься за 15 тысяч рублей. Все, больше ничего там не было. Я нашла эти деньги. Как я искала эти деньги, это тоже была отдельная история, потому что прошел месяц с того момента, когда я узнала об этом и когда я подписалась. Я нашла деньги, заняла их под проценты. Еще раз говорю, моя зарплата была 2,5 тысячи, мне нужно было 10 тысяч найти. Я заняла деньги под проценты, 4 процента в месяц. То есть получается, что каждый месяц я должна была дополнительно на 10 тысяч отдавать еще 400 рублей. В этой компании я пробыла полгода. Естественно, ходила, приглашала всех подряд по городу людей, созывала, приглашала их на встречи, им рассказывала, но у меня никого не было в команде моей. И через полгода я поняла, что у меня ничего не получается здесь, и я ушла. Когда я ушла, ну естественно, мои родители, я на тот момент жила с родителями, они узнали всю эту историю, они схватили за голову, они начали срочно помогать мне гасить эти проценты, которые там уже набежали за столько времени. То есть они мне, конечно, помогли выпутаться из этой истории. И с этого момента, несколько десятков лет, я не касалась сетевых компаний. То есть я вышла замуж, родила двух детей, то есть у меня были какие-то свои другие планы на жизнь. И в 2018 году мы переехали в другой город. До этого момента, до переезда, я работала мастером ногтевого сервиса. И, как вы сами понимаете, мастер ногтевого сервиса — это человек, который сидит в салоне, к нему приходят клиенты. Естественно, если ты приходишь в салон, как новый мастер, и у тебя нет клиентов, ты ничего не получаешь. И поэтому я с переездом решила, что я не хочу больше сидеть в салоне и нарабатывать себе клиентов с утра до вечера сидеть. Да, тем более, что у меня на тот момент немножко поменялись планы с кружками детей, и мне нужно было время, хотя бы полдня, чтобы быть не в офисе, не в салоне, а с ребенком. И после переезда я решила подождать... Ну, как бы я вот прям себе поставила такую задачу внутри, да, что я буду ждать, что мне предложит вселенная. Какой вариант? И как вы думаете, какой вариант мне предложила вселенная? Мне позвонила через два месяца моя двоюродная сестра и предложила пойти в компанию в сетевую. Конечно, там были замечательная продукция была, которой я могла сама пользоваться, могла рекомендовать ее другим людям. Но это был снова сетевой. У меня в голове уже сидело то, что у меня ничего не получилось, что я вбухала кучу денег, что был какой-то скандал, да, то есть вот в этот весь негатив, да еще то, что там нужно впаривать, бегать кому-то, звонить и так далее. И я ей сказала, слушай, Тань, давай, говорю, я возьму сейчас несколько дней, я подумаю. На тот момент я реально понимала, что это возможность, которую я просила у вселенной. И, с другой стороны, на другой чаше весов у меня были вот эти мои установки негативные про сетевой бизнес. Подумав несколько дней, я решила, что я эти все негативные установки убираю, отсекаю и решила попробовать по новой. Тем более прошло уже столько много времени, я изменилась, да, то есть у меня какой-то опыт свой появился, и я решила попробовать. Я подписалась в эту компанию, моя сестра через два месяца ушла из компании, и я перешла к другому наставнику, с которой мы, с девочкой мы два, в течение двух лет продвигались в городе, проводили определенные встречи, мастер-классы и так далее. И вот наступил момент в этом году, когда все сели дома, и что делать, непонятно. Мы на тот момент с моей наставницей, с которой мы были в другой компании, да, вот два года, мы начали думать, то есть нам нужны были какие-то новые методы, которые позволяли нам продвигаться не только на земле, но и через интернет. Прошло несколько дней, и у меня пришло две новости. От моей наставницы пришло две новости. Первая меня шокировала в том, что мы должны уйти из той компании, потому что там какие-то проблемы возникли с руководством, и мы просто все должны уйти. Хорошо, я подумала, ну все, для меня это был конец света, потому что на тот момент я как арома-стилист продвигалась через ароматы, общалась с людьми и все прочее. То есть мой инструментарий просто от меня ушел. Все, заниматься мне, по сути, было нечем. Буквально через день-два та же наставница мне сказала, что Юля, есть компания сетевая, меня пригласили, да, и она работает. У нее, конечно, нет духов, да, как ты привыкла ароматов, ничего такого нет, но у нее есть крутые инструменты, которые помогают продвигаться через интернет. Если хочешь разбираться, пошли, я тебе покажу. Я, конечно же, пошла, потому что, ну, в принципе, мне было это интересно, и это было как раз то, что мы опять же запрашивали у Вселенной в надежде, что найти какой-то выход из этой ситуации. Я разобралась быстро, приняла решение быстро, прошла обучение после активации тоже быстро, но сейчас, на данный момент у меня, так как я человек творческий и очень далека от технических моментов, мне очень сложно настроить инструменты. И у меня это заняло буквально, ну, какой-то вот период достаточно большой, как я считаю, потому что это можно сделать намного быстрее. Сейчас я в компании, в команде профессия будущего чуть меньше месяца. На данный момент у меня уже есть своя небольшая команда, совсем небольшая, но она уже есть, и это плюс в том, что все идет именно через интернет, продвижение идет через интернет. Мы никому не бегаем, никому не звоним, никому не навязываем какую-то продукцию, мы просто двигаемся в своем удобном темпе, вот дома, допустим, да, или, ну, у кого-то, может быть, там, на даче еще где-то кто-то находится, то есть, у кого где застала самоизоляция, скажем так. Вот, и что я хочу сказать. Будучи уже в каких-то определенных компаниях, будучи какой-то багаж уже негативный, вот этого сетевого опыта, да, сетевых компаний каких-то, я все же решила, что все равно должно когда-то получиться. И сейчас, если вы находитесь на стадии такого же принятия решения, что вы думаете, что да, сетевой это что-то не очень хорошее, да, и репутация где-то уже подпорчена, вы просто для себя внутри примите решение, что ваша задача здесь состояться, и идите и разберитесь. Если вы уже знаете конкретно, куда идти, то идите туда, если нет, то наблюдайте за теми людьми, которые сейчас развиваются в сетевом бизнесе, именно в современном сетевом бизнесе, те, которые именно через интернет, потому что за этим сетевым будет будущее. Поэтому, если хотите, можете понаблюдать за мной, потому что я только начинаю, и опять же, я себе дала опять шанс, да, опять не факт, что у меня все это получится, я себе дала шанс, я себе дала время, тем более время сейчас есть у всех свободное. И если вы хотите, можете понаблюдать за мной, ну и потом просто принимайте решение, такое, которое может изменить всю вашу жизнь.